Стоит из двух пунктов. Пункт первый, ну на самом деле решение я прям даже сразу нарисовал на доске, потому что он очень простой. Придумать многогранник, у которого одна шестиугольная грань и восемь четырехугольных. Так очень легко это получается. Мы берем шестиугольник, сдвигая его параллельно, возникает шестиугольная призма. Понимаете, да? У нее две шестиугольные грани основания и боковые грани, шесть штук, это четырехугольники. А после этого мы вверху проводим диагональ шестиугольника и делаем такой срез. Соответственно шестиугольник исчезает, а вместе с него появляются два четырехугольника. Замечательно. Сколько у него ребер? Девятнадцать. Девятнадцать, потому что у призмы было восемнадцать, ну и еще вот одно такое добавилось, да? Добавилось. Девятнадцать всего. А теперь, собственно, задача. Докажите, что у этого многогранника невозможно раскрасить ребра в два цвета, чтобы у каждой грани ребер было поровну одного и другого цвета. То есть нельзя отметить часть ребер, чтобы у каждого четырехугольника были бы отмечены два ребра, а у шестиугольника были бы отмечены три ребра. Для того, чтобы посчитать количество отмеченных ребер, можно сложить количество отмеченных ребер на каждой из грани и разделить на два. Потому что каждый ребер будет два разрушения. Да. Это количество, это восемь умножить на два плюс три. Да. А девятнадцать на два не делится. В этой задаче, конечно, есть еще такой вариант, можно было чуть-чуть изменить, а именно говорить не про конкретно этот многогранник, а, смотрите, можно понять, что если вообще у нас есть многогранник, у которого вот ребра так покрашены, то у него ребер четное число. Понимаете почему, да? Потому что когда вы проходите по всем грани и считаете вот ровно половину каждый раз, то, собственно говоря, если вы проходите по всем граммам, каждый раз посчитали, сколько там всему ребра сложили, то, определив пополам, вы получаете количество ребер многогранника. Потому что каждый ребер почти не два раза. Если вы считаете количество ребер какого-то одного цвета, и при этом на каждой грани и ребер одного и другого цвета по уровню, ну, соответственно, вы получаете в два раза меньше. Понятно, да? Значит, в качестве примера родился бы любой многогранник, у которого все грани имеют черное число ребер, а количество ребер не черное. Ну, вот здесь такой пример, у которого 19 ребер. Поняли?